Всем привет, ребятки, с вами Флэш. Это обзор деблога под названием «Нефтяная платформа». Итак, поехали. Для тех, кто не хочет слушать, то советую посмотреть видеообзор на этот новый монумент у меня на канале. Там, в принципе, показаны все интересные особенности. Ну а так, в принципе, Маури напишет, что они не хотели создавать очередной статичный монумент, как, допустим, наши стандартные РТ, а хотели сделать что-то более интересное. И мне кажется, это у них получилось. Когда вы забираетесь на самый верх, там стоит ящик от Ченука, вы его активируете, и к вам еще прилетают туда, высаживаются тяжелые новые NPC, с которыми вы, опять же, воюете. При этом уже сам Маурино взялся за доработку искусственного интеллекта NPC. С его слов его полностью не устраивает все, что было раньше. И также в будущем он еще планирует переработать искусственный интеллект животных. Ну, посмотрим, что у него получится. Далее идут несколько скриншотов нового монумента, но, опять же, советую посмотреть у меня на канале, там это все более подробно показано. Разработчики ускорили свою работу и тестирование на стейджинг-ветке за счет нового процесса сборки, который стал более чем в два раза быстрее. Думаю, пользователи Linux и Mac сейчас обрадуются, потому что раньше они использовали старую версию OpenGL, которая не поддерживала многие оптимизации. Сейчас же получается, что Linux перешла на Vulkan, а Mac на Metal. Это означает, что если вы сейчас используете Linux, то вам нужно установить самые последние графические драйверы и убедиться, что вы не используете параметр запуска Force OpenGL. Также для эксперимента вы можете использовать Vulkan для Windows с параметром запуска вот таким вот Force Vulkan, но, опять же, это на свой страх и риск, потому что с этим могут быть еще небольшие проблемы, поэтому разработчики советуют использовать все-таки DirectX. Немного оптимизировали систему, которую нам добавили в прошлом вайпе, которая убирает лаги, когда мы путешествуем по миру. Она подгружает нам все, что нас окружает, строение. Только раньше она делала это абсолютно рандомно. Теперь же она начинает подгружать самых близких объектов. Появился положительный побочный эффект от нового процесса сборки. Теперь игра грузится на 10% быстрее у владельцев SSD, и разработчики ожидают, что еще больше улучшения будет на обычных жестких дисках. Винсет продолжает работу над новым монументом. Это гигантский экскаватор. Первая информация появилась, что он будет спавниться в пустыне. Ну, посмотрим на него. Вот такой вот огромный просто экскаватор. Не знаем, будет ли тут какой-то встроенный ивент, но было бы, если честно, неплохо. Встроенные ивенты мне прям очень понравились вот на этой платформе. Так, вот такая вот махина огромная. Ну и новый вид транспорта. Ну, на нем мы, конечно, ездить не сможем. Этот мы уже видели. БелАЗ многие писали. И еще вот такой вот будет стоять статично. В этом обновлении также у нас появятся новые волны. Кто не смотрел, можете опять же посмотреть у меня на канале. Там это все наглядно показано. Теперь морская прогулка не будет такой легкой, как раньше. Вы запросто можете перевернуться, поэтому разработчики советуют выбирать водный транспорт чуть побольше, который поустойчивее. Ну, например, военные лодки. Причем волны будут увеличиваться и по размеру, и по силе, чем дальше вы находитесь от главного острова. Поэтому разработчики советуют, если вы хотите спокойно путешествовать, то всегда держитесь возле островов. Это только самое начало. Разработчики планируют и дальше развивать водные просторы игры. Отражения возвращаются. Раньше по определенным причинам эта опция была выключена, но после обновления юнити ее теперь можно безопасно включить, и не будет никаких искажений, либо багов. Тут, собственно, показано, но тут вообще без комментариев. Разработчики так и пишут, что в некоторых местах будет прям очень сильное различие. Вот, допустим, видите, единичка и двоечка очень сильно отличаются. Находится это в параметре графики. Вот, World Reflection. При параметре 0 отражение только небо. При единичке уже небо и земля. И при двоечке в максимальном значении небо, земля, мир и здание. Но советуют включать этот параметр на максимум только на достаточно серьезных и мощных компьютерах. Ну и заканчивая диалог Diogo, он пишет то, что Cargo Ship и новая нефтяная платформа очень перенасыщены всевозможным освещением. Это действительно так. Там есть и желтая, и белая, и куча фонарей. И это очень сильно сказывалось на производительности. В итоге Diogo с командой разработал новую систему, которая позволит наслаждаться всем этим разнообразным освещением без какого-либо ущерба для производительности. На этом все. В конце небольшой ченджлок. В принципе, из интересного то, что разработчики добились еще экономии 115 мегабайтов видео и системной памяти за счет уменьшения некоторых текстур. Все, ребятки, с вами был Flash. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео.